ну как обычно всем привет и как обычно я благодарю вас за то что пишите комментарии под моими роликами о это я не специально это я не специально и сейчас я поясню почему такие чудеса бывают за окном звонят колокола в церкви во владимирском соборе которые рядом с моим домом находится да потому что я в суе упомянул ангелов здорово красиво это очень хорошо в суе упомянул ангелов в мыслях своих сейчас когда раздумывал над тем что я буду говорить а говорить я буду про группу moody blues de moody blues один ролик у меня записан в плейлистах посмотрите про вот этот альбом и носишь его last черт lost черт то есть пать в поисках потерянного аккорда прекрасная пластинка прекрасной группы я уже говорил что группа de moody blues для меня является одной из двух главных английских групп которые играли так называемый то что называется артроком у критиков то что называется артроком или там прогрессивным уроком неважно меня это вообще не волнует как называется просто прекрасная музыка группы эти я уже говорил да это de moody blues и про колхаром остальные я тоже люблю не все конечно но и king crimson и ес и джен дженесис в меньшей степени правда джет ротал отдельная у меня на отдельной полочке это вообще отдельная история любимцы мои но de moody blues и про колхаром если брать вот этот самый английский прогрессивный так называемый для упрощения можем говорить рок это две моих любимых музыки а что касается de moody blues почему я обратил внимание на колокола потому что эта группа до какого-то времени у меня не ассоциировалась в голове с понятием рок-группа ну это чисто понятно что это да что это все они играли на гитарах на клавишных с барабанами давали концерты но если там де пепел и ильез я отчетливо прям прям ставлю штамп рок-группа то до моди-блюз нет до моди-блюз нет это какие-то просто вот колокола от звонят это просто чисто подсознательно чисто ассоциативные такие какие-то ангелы господни которые спустились на землю и заиграли вот эту ангельскую небесную музыку и уж на рок-группа вообще вот они не встают в ряд рок-групп у меня это вот такие пришельцы сверху они спустились и играют музыку которую не играл никто из рок-н-роллом она ассоциируется едва-едва очень формально то есть просто ну так же звучат гитары также звучат синтезаторы мелатрон барабаны бас-гитара флейта да все это звучит как в рок-группе но не похоже на рок-группу это отдельная совершенно какая-то такая история что я хочу я хочу вообще про все альбомы дам удивлюсь чуть-чуть рассказать чуть-чуть их показать но вот на сегодняшний раз черт уже у нас есть он до трешил тофа дрим следующий альбом еще будет дальше идет как я для себя определяю трехтомник трехтомник замечательный такой не литературная музыкальный три тома один другого интереснее и слушать их одно удовольствие это этого children's children's children пластинка которую обязательное освещу к высшим баланс любаланс до второй том и третий том верли гуд бой the surf flavor третий том эти три альбома они очень похожи один на другой но слушать их не скучно так же как роман одного писателя да вот мы читаем три тома война и мир там двух томах да вот мы читаем написал один человек а читать долго много но интересно также и здесь думаю блюз много длинно но интересно на этом роман заканчивается начинается другая история начинается пластинка вот это сэвен саджин она уже не отсюда она уже рок-группа здесь уже прямые ассоциации с рок-н-роллиным бэндом из топ машина 6 лет перерыв 6 лет перерыв выходит блестящий альбом октава рок-группа the moody blues и конечно шедевр вот этот the long distance voyager 81 год это уже просто такой грандиоза гранди арм маэстро грандиоза обязательно конечно будет упомянуто не в суе но после the long distance voyager еще достаточно много пластинок вышло в моде блюз и и все это будет но сегодня я хочу по просьбе одного из тех кто пишет комментарии так совпало я вообще не стал заказов да как много раз говорилось и иногда бывают совпадения когда человек просит показать какую-то пластинку конкретно который я безумно люблю который у меня есть и который я и так планировал уже показывать второй том замечательной трилогии вышина balance 1970 год здесь те же самые мастера жанра джо джастин хэйвард вокал акустическая гитара джон лодж вокал бас рэй томас вокал флейта тамбурины кстати рэй томас тут играет еще на бас-гитаре помимо всего грэм эдж ударные майк пиндер вокал и все клавишные в диком количестве в невероятном количестве все 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 какой на сэна лэйк энд палмера в одном флаг и но здесь другая функция у клавиш совсем ну вот после таких психоделических извините за выражение альбомов двух вот этих ранних проект я рассказывал да этот еще впереди это чистая такая чисто английская красивая сложная психоделия пошли полотна монументальные вот этот самый трехтомник он такой весь монументальный и на этом альбоме группа немножко утяжелило звучание больше стало гитар больше стало даже рок-н-роллиных ходов даже в песне под названием it's up to you первой на второй стороне вдруг вот эта фактура музыки до моди блюз прекрасная вот это вот ангельская акустическая гитара мелатрон другие клавиши бас-гитара флейта электрическая гитара и хор все время хор муди блюз все время поют хором иногда позволяют себе значит спеть куплет двухголосьем иногда один голос так достаточно незаметно потом сразу начинается двухголось а потом все равно хоры появляются то они поют в три голоса топ бэк-вокалы со всех сторон разных распевают и очень красиво совершенно не надоедает не кажется это лишним все очень продумано очень четко и всего немного что самое главное все слышно все разрежено фактура разреженная прозрачная ну я уже говорил ангельские английские песни так вот песни it's up to you вдруг появляется гитара чисто рок-н-ролльная под конец правда уже со второй половины уже начинается просто такой прямо вот неожиданный рок ну в остальных песнях тоже это прослеживается по сравнению с предыдущими альбомами но тем не менее первое произведение под названием question начинается с прозрачной изумительный чистый звенящий но страшно агрессивной акустической гитары которая с дикой скоростью играет ритм-функцию и чисто 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 никаких там сбоев ничего ничего лишнего пальцами не зацепляется ни за что мастера высшего класса играют конечно мелатрон включается симфония начинается запев куплет чисто все спета включается электрическая гитара с фузом но она не выходит на первый план она не ревет она время сзади дает плотности дает мощи жару и очень красиво потом раз вдруг и начинается другая песня внутри этой песни начинается совершенно другая медленная часть красивая и смотришь на пластинку это что другая песня нет это та же самая вэланс баланс да такая вторая часть вдруг пьесы и что-то кажется как как странно сделано ничего потом опять тын-тын-тын-тын-тын-тын вот это вот пошло 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 и песня заканчивается грандиозно симфонично так же как и начиналось и так с открытым ртом сидишь думаешь ничего себе произведение забацали ребята следующий снова следующий номер how is it we are here тихонечко 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 пошли 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 очень красиво панорама все звучит все 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 звуки на местах но потом все таки мощь ангелы же они же не 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 такие не 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 тощенькие такие блинки ангелы посмотрите на любую картину с изображением ангелов это такие плотные мускулистые существа с крыльями которые ого-го вот это именно такие ангелы здесь и есть вот вот например вот например чистые ангелы согласитесь борода усы волосы все и вот это вот такая красота донки фил смол следующий номер еще более нежный чем начало предыдущей песни голос 1 и голос 2 шепотом дублирует такая просто безумно красивая песня начинается шепота потом выходит на изумительную мелодию вообще муди-блюз такие интересные музыканты мастера мелодий совершенно особенные потому что ну есть прекрасные ремесленники по мелодиям весь чемпионы производства мелодии например пол маккартни чем не чемпион чемпион но они у него написаны все вот слушаешь и понимаешь что человек написал мелодию он 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 их придумывает он их так раз придумывает у него безусловно талант на это талант мастер все прекрасный ненавижу это слово мелодист когда говорят ой он прекрасный мелодист при этом группа какое-то страшное говно играет а мелодист прекрасную что ему мелодист прекрасно этих мелодий знаете чем сами знаете чем ешь мелодию мелодист он маккартни музыкант хороший отличный прекрасный все я никогда про него не скажу вот это вот гнусное определение прекрасный мелодист это значит это ничто это ничто и никак. Макар нехороший, короче говоря. А у Moody Blues, когда они, когда слушаешь их пластинки, кажется, что эта мелодия, они не выдуманные, они не придуманные, не написанные, а они сами как-то вот льются сами по себе. Что вот эти вот ребята, они такие трансляторы небесных, заулочных каких-то звуков, сочетаний звуков. То есть они настолько естественны, настолько они легки, все эти мелодии, что просто ахнешь и диву даешься. «Tartois and the Heart» одна из лучших, наверное, песен этого периода, раннего Moody Blues. Просто рассказывать про нее сложно, потому что она такой красоты. И так она тоже, как и все песни, здесь состоит из двух-трех частей с разными мелодиями, которые переходят одна в другую, и это ну совсем просто здорово. Про It's Up To You я говорил в самом начале песни Джастина Хейварда, которая вроде бы традиционное построение Moody Blues, а потом вдруг вот эта вот рок-н-ролльная гитара вступает. Мол, мы тоже отсюда, мы тоже дружим с группой The Rolling Stones. Они очень дружили с музыкантами The Rolling Stones, хотя странно, казалось бы, совсем другая музыка, но тем не менее. «Minstrel's Song». Следующий номер, песня Министреля, она такая и есть. Песня Министреля просто, просто такая вот небесная. Пришел Министрель, пришел в замок, поет, 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 а потом врубается вдруг группа The Moody Blues. У них все-таки есть электрические гитары, барабаны. И барабаны здесь звучат, кстати, очень интересно. Такое ощущение, что вместо барабанов картонные коробки, но очень хорошо, очень точно звучат, без лишних каких-то артефактов там, в звуках. Так настроены барабаны, причем очень много дроби по барабанам, по этим, по коробочным, таким плоским каким-то. И они так вписываются в структуру, в общую, в общую, не в структуру, в общую фактуру, в общую, в общую, в общую вот эту ткань музыкальную, что если бы там были барабаны-барабаны, все бы, было бы вообще ничего не понятно, что это такое. А вот эти плоские такие звуки барабанные, они так хорошо здесь ложатся, в общем, одно лучше другого. Ну и, конечно, Melancholy Man, песня предпоследняя, это шедевр шедевров, это песня, хотя и говорят про нее, что липкая мелодия, липкая в том смысле, что она прилипает к ушам, и от нее не отрезаться уже никогда. Melancholy Man, один из грандиознейших, противное слово, хитов, наверное, 60-х годов. Эта песня действительно просто вот такой, один из памятников группы De Moudie Blues. Очень хорошая пластинка, Капашинов. Баланс, 1970-й год. Непременно ее нужно иметь. Непременно. Это классика классическая. Пойду и выпью за это. Пока.